здравствуйте среди прочей рухлядей у меня завалились два портативных проигрывателя philips я хотел сделать минимум работы с этими проигрывателями заработают хорошо не заработают снова отправиться на чердак ну конечно как начнешь так не остановишься пришлось потратить несколько больше времени чем планировалось хотя я не стал доводить их до идеального состояния до вполне рабочего довел эта презентация посвящена портативному проигрывателю philips automatic 10 проигрыватель 4 скоростной монофонический с устройством автоматической подачи пластинок предположительно устройство было выпущено в 1966 году если я правильно интерпретировал этикетку на внутренней поверхности устройства некоторые проблемы сначала возникли со снятием крышки поскольку вот эти резинки они прикипели к поверхности проигрывателя и потребовалось немножко не повозиться чтоб не поломать динамик находится в крышке проигрывателя что характерно для портативных проигрывателей шпиндель для автоматической подачи отсутствовал и я взял этот шпиндель от другого проигрывателя philips который я показывал раньше в общем и целом механика была вполне нормальном состоянии как часто бывает у старых philips of основная проблема это заклиненный двигатель поскольку смазка за 50 лет успела высохнуть с помощью vd-40 удалось расклинить двигателя остальные узлы были в приличном состоянии но я немного почистил и смазал их и также обработал очистителем контакты отключения звукоснимателя из-за неправильного хранения рычаг опускания пластинок был деформирован для того чтобы исправить его я взял строительный фен и постепенно прогревая пластмассу выпрямил его к сожалению рука дрогнула и в одном месте я немножко прижег этот рычаг но сейчас он вполне нормальный почти горизонтальный и этого вполне достаточно устройстве установлен звукосниматель philips eg 3306 игла двухсторонние обе стороны предназначены для проигрывания пластинок с микрозаписью значит даже игл звукосниматель и игла были в очень хорошем состоянии даже сохранился колпачок от иглы но тем не менее оказалось что резиновый демпфер в которой крепится игла высох и развалился я как мог исправил ситуацию с помощью жидкой резины проверка показала звукосниматель играет нормально прижим установлен на 7 грамм на 7 грамм что вполне нормально для керамических звукоснимателей того времени как я уже ранее сказал шпинделя не было но в принципе такой шпиндель можно купить на ebay такой быстрый поиск показал наличие как минимум двух таких шпинделей по цене от 10 до 13 евро без доставки давайте поднимем панель проигрывателя и посмотрим что находится внутри я заранее снял крепеж который не позволяет панели отваливаться от основного корпуса значит на панели устройства мы видим этикетки с даты производства 37 недели 66 года и этикетка который идентифицирует устройство ченджера это модель 22 джейси 035 67 а также внутри установлен транзисторный усилитель опыт об эксплуатации показал что неплохо было бы сменить конденсаторы блока питания но я не стал возиться поскольку моей целью была быстрая реанимация устройства а я так и потратил на это даст более чем достаточно времени сразу скажу что усилителя только одна регулировка тембра давайте теперь посмотрим на органы управления переключатель скоростей 16 33 45 и 78 клавиша старт если мы нажмем на эту клавишу без установленной пластинки то устройство включится и отключится а для дальнейшей демонстрации я буду использовать две пластинки но звук отключу чтобы данная презентация не рушала никаких авторских прав поставим пластинки на шпиндель и включим автоматический режим проигрывания для этого нажмем клавишу старт первая пластинка подалась на диск звукосниматель опустился и началось проигрывание первой программ пластинки когда звукосниматель дойдет до конца пластинки сработает механизм авто стопа и будет загружена вторая пластинка также это можно сделать принудительно снова нажав клавишу старт если теперь снова нажать клавишу старт а пластинок на шпинделе больше нет то проигрыватель отключится также проигрыватель оборудован механизмом ручного управления для того чтобы включить проигрывание в ручном управление надо нажать клавишу управление тонармом и перевести ее в положение старт при этом начнет вращаться диск далее вручную мы можем выбрать нужное положение на пластинке и плавно опустить звукосниматель на пластинку также мы можем в любое время его поднять и снова опустить и сейчас мы посмотрим как работает авто стоп теперь посмотрим как работает клавишу клавиша стоп в любой момент в любом состоянии проигрывание игра пластинки можно остановить нажав клавишу стоп в целом как видите устройство находится в очень хорошем косметическом состоянии у меня есть такое подозрение что его почти не использовали а сразу сложили и он хранился там более 50 лет теперь предлагаю послушать проигрыватель конечно же запись через микрофон не передаст настоящего звучание динамика на мой взгляд звучание этого динамика очень прилично и вполне характерно для портативных агрегатов того времени так как проигрыватель монофонический то я решил использовать монофоническую грамм пластинку на 33 оборота важно отметить что эта грамм пластинка была выпущена в 1967 году а поскольку со времени выпуска прошло более 50 лет то все фонограммы с этой пластинки находятся в общественном достоянии на территории россии а значит данная презентация не нарушает ничьих авторских прав спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok